Перенаправить в регион Черного моря российские газовые транзиции остановившегося северного потока можно, создав в Турции крупнейший газовый хаб. Через него российское голубое топливо может поставляться в Европу. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на форуме Российской энергетической недели. Сейчас газ из России в Турцию поступает по морским газопроводам Турецкий поток и Голубой поток. В свою очередь, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о готовности «Газпрома» создать торговую площадку на границе Евросоюза и Турции. Заявление Путина о том, что Турция станет региональным хабом по транспортировке природного газа в Европу, ни для кого не стало неожиданностью. Турция десятилетиями стремится превратиться в газовый коридор для перекачки голубого топлива из России, Каспия, Ирана, Северного Ирака, а также Восточного Средиземноморья. Но это новое сотрудничество, так как Турция использует газ из Голубого потока и Турецкого потока для покрытия собственных потребностей. Для его прокачки в Европу нужно заключить новые контракты. Согласно договоренностям, достигнутым между «Газпромом» и «Баташ», Турция не может продавать газ в третьи страны. Другое дело — это Турецкий поток-2, предназначенный для транспортировки газа в Юго-Восточную Европу. Его объемы не так значимы для Анкары. Заявление Путина связано с этим. То есть, первый и второй северные потоки были выведены из строя. Северный поток-2 еще не введен в эксплуатацию. По-первых, прокачивался лимитный объем газа. Трубопровод, проходящий через территорию Украины, покрывает лишь 9% потребности Европы, хотя раньше эта цифра была 45%. Газ, который не транспортируется через Северный поток, просто сжигается и создает угрозу окружающей среде. Или же его нужно прокачивать в других направлениях, с чем и связано заявление Путина. То есть, транспортировать газ, предназначенный для Северного потока, в Турецкий поток-2. Его пропускную способность можно увеличить. Кроме того, есть возможность нарастить объемы газопровода ТАНАП. С одной стороны, российский газ, с другой стороны, азербайджанский. Возможно, в ближайшее время сюда станет можно добавить и иранский газ. Это может сыграть ключевую роль в энергобезопасности Европы. Но у Путина два условия. Согласятся ли на такое решение в Европе, и какова будет реакция Вашингтона на это? Роль Турции в вопросе обеспечения энергетической безопасности как страны, так и Европы за последние годы многократно возросла. Анкара вместе с Баку реализовывает многомиллиардные энергопроекты, а также нацелена на тесное сотрудничество по этому вопросу с Ливией, Израилем, Россией. Позиция турецкой стороны по предложению главы российского государства о создании на территории Турции крупного газового хаба положительна. Так, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Данмес заявил, что с технической стороны это возможно реализовать. Турция заинтересована в этом вопросе. Я думаю, что в ходе встречи в Астане Эрдоган и Путина обсудят данную тему, а также продление срока погашения долга компании «Баташ» Газпрому. Но мое личное мнение таково, что на данный момент реализация данного проекта представляет из себя очень сложный процесс. Перенаправление российского природного газа из северного потока в турецкий поток может занять два года, а Европе необходимо пережить как раз эти следующие два года, после чего она усилит переход к зеленой энергетике и получит природный газ из альтернативных источников. Если реализация этого проекта займет всего несколько месяцев, то это поможет Европе. Но есть ли политическая воля? Вопрос открытый. Продолжение следует...